Парижская опера возобновила показ Дон Жуана Моцарта в постановке знаменитого австрийского режиссера Микаэла Ханеке. Оперные действия, происходящие в Испании в 17 веке, теперь предстает в современном финансовом центре. Здесь бесчинно властвует Дон Жуан, преступный обольститель. Полусумасшедший и агрессивный, он насилует Анну, дочь своего патрона, а затем его же и убивает. Грубый сластолюбивец забавляется с Эльвирой, раздевая до гола уборщицу, пытается изнасиловать Церлину и набрасывается с поцелуями на Лепарелло, проявляя свою взрывную бисексуальность. Главным достоинством спектакля являются его исполнители. Образ Дон Жуана превосходно воплощает шведский бретон Петер Матей. Сильный, богатый голос певца, его феноменальная артистичность вызывают всеобщее восхищение. Партию Доны Эльвиры обворожительно поет Вероник Жанс, самая почитаемая сопрано в моцарковском репертуаре. Шведский тенор Бернар Риштер страстно трактует образ Донна Атавио и блистательно демонстрирует вокальное великолепие. Выпускница Парижской консерватории месо-сопрано Гаэль Аркез замечательно поет партию Церлини. Роль ее возлюбленного Мазетто убедительно воплощает молодой аргентинский бас Нахуэль Ди Перо. Роль Липарелло достойно исполняет молодой югославский бретон Давид Бизек. Постановка Ханеке содержит ряд разночтений с либретто и партитурой оперы, однако спектакль выстроен логично и органично. Бизансцены впечатляют контрастной динамикой и психологическими нюансами. Огромный вклад в успех спектакля вносит оркестр под управлением Филиппа Жордана, талантливого дирижера и музыкального руководителя театра. Состав исполнителей украшает великий грузинский бас Пата Борчуладзе. Его командор потрясает силой, масштабом и красотой голоса, обилием вокальных красок и нюансов.